Здравствуйте, друзья! Не заходили мы пару недель на стройку на нашу. Ну, собственно, здесь был некоторый перерыв, связанный с тем, что мы пытались кое-что решить с пермитами, с разрешениями на систему обогрева. Мы хотели сделать несколько локальных обогревов. Вместо одного на весь дом. Ну, в общем, не получилось у нас то, что мы хотели. И вот там работы пока стояли. С другой стороны, кое-какие инспекции за это время прошли. Вот сейчас мы посмотрим. Светлана лучше знает. Тут внутри темнее немножко, но у меня камера вытаскивает. Так. Вот у нас, видите, тут... Видишь, это работа сделали, отключилась, чтобы нам не морочиться. Это вот как раз вот то, что вы видите, серебряные трубы. То, что мы не хотели делать. То, что мы не хотели. Но оно сделано. Это от центрального обогревателя, да, расходится... Охладителя. Расходится по всему дому. Дело даже не в том, что так дороже немножко было, да? Дело в том, что это не инстанционально совершенно для такого дома. Ну да, мы хотели сделать его таким более адаптивным. Да, конечно, можно делать зонинг. Но все равно, когда тут четыре спальни, ты все равно никогда не сделаешь зонинг. В одной спальне тебе холодно, другое жарко, ты никогда не сделаешь. Как надо, да. Да, поэтому все равно нам придется сделать электрическое отопление, а те, кто будет жить, будут пользоваться, не будут, посмотрят. Да. Ну, хорошо. Ладно. Другое дело, что просто мы так посредине проекта захотели что-то изменить. Нет, я изначально так хотела. Но в проекте же не было. Ну, в проекте не было, потому что я на это не обращала внимания. Ну, подожди, заняло некоторое время, там пару недель, пока мы с этим разбирались, понимаешь? Да так бы мы, может быть, дальше ушли. Смотри-ка. У нас скайлайты стоят. Да. Друзья, это не просто так, бумажка там болтается. Это стекло. Чистенькое, хорошее стекло. Пока еще чистенькое. Пока чистенькое, да. Вот трубы, трубы. Вообще их тут вот много стало. Трубы немеряны, потому что, видишь, еще идут трубы, вот эти спринклеры от пожаровых. Так, где спринклеры? А вот эти оранжевые. Так. Вот эти оранжевые, да. Должны брызгать в случае с чего. Это современное требование, без этого нельзя. Да, то, что темно, это не страшно, потому что все окна. Закрыты, свет не попадает. Так что, я буду использовать. Они окна закрыли бумагой, просто когда цемент там кладут. Что так кладут, да. Сейчас уже положили второй, третий слой. Уже несколько слоев. Но финальный слой он будет с краской или без краски? Нет, он будет без краски. Без краски. Иногда кладут прямо с краской. Слой наружу, как бы один раз на всю жизнь. Мы без этого обойдемся. Ну что же, хорошо. Там светится дырка, что ли, наружу? Ты говоришь, свет вот там в углу, да? Нет, нет, вот здесь вот прям светится. А, отражается свет. Вот тут, да, отражается свет вот двери. Ну что же, хорошо. Так, пойдем посмотрим. То есть из-за сменений таких основных мы видим... Мы тоже поставили розетки всюду, видишь, вот я дала план кухни. Сделали разметки под розетку. Ну давай, расскажи, давай, я вот так встану. Вот это розетка будущая. Хорошо, расскажи, что ты дала план кухни. Что здесь будет, скажи? Ну здесь вот каунтер... Ну давай, значит, так, здесь начинается столешница, да? Вот сюда, начнется столешница. Столешница кухонная. Так, пошла. Это тоже розетка вот первая узкая? Да, это будет розетка. Почему она узкая, а та широкая? Потому что там на две... Дырки. А это на одну. Ну то есть это на две, а там и четыре. Это две по вертикали, а здесь будет четыре. Четыре, да. Значит, будет сначала посудомоечная машина, потом будет мойка. Так. Потом мойка закончится... Постой, вот напротив окна что будет? Вот мойка вот так вот закончится где-то. Так. Потом тут будет шкафчик 12 еще, и вот здесь будет плита стоит. Так, значит, вот тот внизу это для плиты мощный, да, будет? Да, вот этот вот для плиты. Так, руку убери, вот сейчас. Вон тот для плиты, внизу. Да. Да. Здесь будет еще такой же узенький шкафчик. Здесь еще один шкафчик и угловой. Так? Так. Вот. А здесь вот в эту сторону, после углового шкафчика, вот так вот, вот уже высокие шкафы, в которых будет строен макровей, холодильник. Микроволновка, холодильник. Да, холодильник, это просто два шкафа таких. Слушай, ничего себе, кухня. Ой! Осторожно, Света. Осторожно, осторожно. А это со временем будет Айлендс. А это тут еще Айлендс? Тут ничего себе. Тут у нас будет такой остров. Ну, больше парень? Покажи, давай я отойду, ты мне покажешь остров. Какого он будет, так, габариту. Там кончатся кабинеты, вот они здесь закончатся. Там кончатся кабинеты, так. Вот, наверное, меньше немножко. Так. Кончатся кабинеты, тут будет три фута расстояния. Вот это раковина, да, вот это торчит? Да, раковина, здесь будет маленькая раковина. Здесь будет хороший Айленд, 4 на 6. То есть, вот это угол Айленда, вот там, где трубы? Ну, это вот так, вот так, где-то. Я не знаю точно, по какому месту оно пройдет. Вообще-то, здесь должна быть розетка по стандартам. В полу. Чтобы он через пол взял на Айленд, иначе его не пропустят. Да. Это по стандартам положено. Так, должна быть розеточка в полу. Вот. Вот, и здесь мы Таиланд, такой на три кабинета. То есть, 6 футов на 4 фута. Хороший такой? 6 футов это метр, почти 2 метра. 6 футов это 2 метра на 3 фута. Нет, 6 на 4. 6 на 4, то есть, 2 метра на 1,3 метра. Да, причем тут будет сделано так, что можно будет сидеть вот с этой стороны. То есть, будет глубокий такой... Глубокое пространство под столешницей, чтобы можно было сидеть. А здесь в этой же тайне до этих кабинетов так, чтобы можно убрать. Ну, хорошо. Итак, вот это все такая большая, красивая кухня. Вот эта кухня, считай, до сих пор, да? А вот там что? Вот туда. Там идет сначала дайнинг. Там, где стол будет стоять, покушать. Там, где стол будет стоять. Вот кухня идет фактически вот до первой перегородки. Потом под первым окном это будет дайнинг, а дальше идет family room. А вот здесь фактически я называю как стадию места, да? Потому что кабинеты закончатся вот здесь, вот так закончится кабинет. Только повернись ко мне. Вот так кабинеты закончатся, да? Так. Ну, хорошо, ладно. Так. Тут уже не так легко ходить между стенами. Тут уже проводка. Так. О, вот видите, какой большой тут. Ой, мама. Ничего себе. Это, наверное, этот самый. Это ретерн. Это ретерн. Это хоть для оттока воздуха. Да, да. Это ретерн. Слушай, здоровенные трубы. Такие гибкие. Ты посмотри. Вот, друзья, что делается на чердаках-то американских. А вот уже стоит, уже сам этот хитр стоит. Он тут наверху. Да. И вот в него такие трубы заходят. Мама родная. Ужасы-то какие. Так. Вот вы видите. Да, понапихали. Будь здоров, мать. Слушай, он что, хитрый на боку лежит? Смотри, вот он. Да, они специальные. Они универсальные. То есть можно добавить. Он там будет. А как же его, я знаю, обслуживать-то? Как залезать туда? А вот у нас вот здесь вот люк будет. Где будет люк? А, в передоре вот тут будет люк. Ну, как-то будет. Ну, хорошо. В общем, не безумно много места, чтобы там ползать и обслуживать. Вообще, честно говоря, не знаю, где будет люк. Потому что у меня такое ощущение, что люк был на поводу алланирован. Но где у меня такое ощущение? Где люк? А мы сейчас посмотрим там на чертежах. Ну, пусть Света пока глянет на чертежи. А мы с вами... Да нет, Света, вот выпилено же. Вот же, выпилено. Вот я вижу. Вот здесь будет люк. Ну да. Слушай, а тут такой пучок проводов. Ты посмотри, что это? Ну, они должны зайти в дом где-то. Так ведь на счетчиков. А что за пучок? А я не знаю. Говоришь, это явно электрические провода. Ну да. А они так запрятаны в стену. Давай-ка я зайду с той стороны, гляну, что там с той стороны стены. Вообще, это очень странно, потому что было запланировано, что этот вот счетчик будет в совершенно другом месте. Потому что Сит не разрешает ставить счетчики на спальню. Да. Может, оказывается, что они все неправильные. Такие-то там заглушки. Чуть пониже еще заглушка вот. Не-не, они Сит точно не разрешают. Мы говорили о том, что они будут там это все ставить. Сейчас пойдем глянем снаружи. Тут, друзья, щиток с этой стороны стены. Света кричит, нельзя там ставить щитки. Может, и нельзя. А вот стоит. Стоит щиток. И вот тут какое-то дикое количество проводов оттуда сюда. Вот уж не знаю, что сказать. Ага. Идет труба. Вон туда, вы видите, на крышу. Чего она... Чего по этой трубе такое должно пройти, я не представляю. Ну, труба есть. Да. Надо сказать, что у меня сейчас за спиной улица. И вот вы видите забор, который справа. Он такой хороший. Можно сказать, новый. То есть не то, что можно. Он таки реально новый. И вон там щиток вот этот вот впереди. Забор поставил сосед. Поставил до того, как мы тут разбирались с нашей стройкой. Мы к нему пришли. И на днях, там, пару недель назад, Светлана говорит, мужик, мы знаем, что ты поставил забор. И это самое. Давай-ка мы с тобой поделим стоимость. Вот видите, как он углом вот так зашел. Да, тут, видимо, другой забор другого соседа начинается. Вот здесь. И мы ему заплатили денежку. Нашу половину стоимости забора. Этот, кстати, забор совсем даже неплохой. Он не выглядит так, как совершенно новый. Вот эти два разных. Вот. Но он почти новый. Хотя тут по-жлобски совершенно из него шурупы торчат. Они там... Вы видите, да? С той стороны тут нафигачили. Это, конечно, не... Не эстетический стандарт. Вот. Но это надо будет потом забить как-нибудь молотком. Во всяком случае, так вот, с двух сторон, из трех, у нас забор хороший. Вот. А тут уже, конечно, начинается бог знает что. И как-то из кусков. В общем, такое все страшненькое. Вот. Надо будет... Надо будет вот тут уже сделать нормальный заборчик. Но вы видите, что как бы место есть. Территория такая хорошая. Давайте мы посмотрим, как вторым слоем штукатурка легла. Вот вам, чтобы было видно. Солнце светит с правой стороны. Я поэтому так... Так. Развернулся, отвернулся. Вот так. Я знаю, друзья, когда посмотрят на розетки, люди, которые живут в России и Украине, они возмущаются. Как это вообще вот так вот, знаешь, строят. Вот видите, как идет проводочка, да? Вот так. Дырки в стене. Так вот она ходит. Давайте я вам еще с этой стороны покажу. Вот еще раз вот так идет, потом наверх идет. Тут вот еще одна с переключателями, да? Вот опять с нее пошли. Вот они так идут. Идут, идут, идут. Вот так в стене идут. Вот. Это все соответствует кодам. В среду придет инспекция, будет все это принимать. И после этого, если все удастся в среду, то уже можно будет примерно даже прикинуть, когда закончится весь процесс. Вот. Все сейчас упирается вот в эту инспекцию. Идут, идут, идут. Идут.